Так, как меня слышно? Так, появился, да, у нас звук прекрасный. Так, у нас сегодня за окном солнечно. Как у вас там? Не ладно, кто из какого города к нам присоединился. Так, если меня слышно, видно, не знаю, там ручкой в чатку помашите. Ну, пока подсаживайтесь поудобнее. Прекрасно, Наталья. Всем еще раз добрый день, кто только что к нам присоединился. Ну, с вами сегодня снова я, Любовь. И мы сегодня поговорим о ленте горящих туров. Включаем презентацию. Мы сегодня по ленте горящих рассмотрим несколько важных моментов. Они у вас тоже перед глазами на слайде. Как устроена лента горящих туров. Как пользоваться генератором картинок для постинга. Особенности подписки на повещения в Телеграм-боте. Сколько стоит сервис. И что такое Турвизор ПРО. И, конечно же, ответим на ваши вопросы, которые возникнут по ходу вебинара. Или, ну, может быть, уже есть сейчас. Так, как вам уже известно, в середине января мы запустили новый продукт под названием лента горящих туров. Он представляет собой закрытую базу горящих туров для туристических агентств. В ленте появляются предложения с реально сниженными ценами. Здесь отображаются только чартеры и только на ближайший месяц. Так, как это работает? У нас есть в нашей системе, которая находит турагенты и туристы. Мониторит алгоритм в режиме реальной сниженными ценами. И как только появляется предложение, сразу публикует его в ленте. Необходимо понимать, что тур с большим снижением цены заканчивается очень быстро. Поэтому тот, кто раньше найдет такой тур, тот его и успеет забронировать. Да и самих предложений вообще бывает немного, особенно сейчас, в зимний период. Предлагаю вам наглядно разобрать, что собой представляет лента. Сейчас вам покажу сразу на самом модуле. Итак, чтобы открыть вообще ленту, да, вы можете это видеть сейчас у меня на экране, либо у себя в кабинете турвизора. Неважно, зарегистрированный ли вы у нас как агентство или как менеджер, в турвизор про лента вам доступна. То есть, где у вас там поиск турвизора, в следующая вкладочка – это лента горящих. Кто агентство, да, зарегистрированный кто как агентство, ленту вы можете открыть через раздел заявки в личном кабинете. Открываете ли вы, как менеджер, и там уже переключаетесь. Обращение именно в поиск турвизора и ленте. Итак, вот здесь у нас уже, да, есть несколько предложений. Обратите внимание, что неактуальные туры, да, которые уже проданы, они отображаются серым цветом. Мы показываем в ленте и проданные туры. Они здесь отображаются в течение двух суток с момента их появления. Это сделано для того, чтобы вы могли видеть, какие туры вообще появлялись в ленте в ближайшее время. Тур актуализируется всякий раз, когда вы на него нажимаете. То есть, вот видите, да, там бегунок крутится. И к вопросу, что нажимая на все подряд, выходит и проданные туры в том числе. Да, то есть вы вот так могли кликнуть, и, допустим, цена актуализировалась, и тур, к примеру, уже продан. Тогда вместо кнопочки узнать подробнее, появится кнопка продана, и тур станет серым и неактивным. То есть вы ничего там покликать не сможете. Чтобы убедиться, что цена на тур реально снижена, вы можете сделать это через кнопочку «Обзор цен». Сейчас, допустим, здесь, да, сделаю отображение цен в Е. Здесь вы видите, да, что цена действительно отличается на 500 долларов. Вот так можно это обратно сокрыть. Да, иногда вообще разница вот на такие туры бывает, там, до 60-70%, да, то есть снижение цены. Итак, как пользоваться, давайте перейдем к следующему моменту, генератором картинок для постинга. Это можно вообще сделать и из самого списка, да, горящих предложений. Вот здесь такая стрелочка есть. Либо, когда вы уже в карточку переходите, тура, вот она открывается здесь, тоже эта стрелочка дублируется. Вы на нее нажимаете, и предлагается несколько вариантов, как поделиться туром. Вы можете сделать это, да, то есть скопировать, допустим, ссылку на туры, куда-либо отправить, там, неважно, мессенджер и так далее. Также можно добавить то описание, которое вы здесь кратко видели, допустим, чтобы самим не писать. И все это можно одной кнопкой вместе все скопировать. Ссылка у вас тоже подтянется на тур, вот она здесь в конце описания. Далее, да, вернемся к картинкам уже. Ну, понятно, да, что здесь уже WhatsApp, Telegram, Viber и так далее. Это все есть, и делиться туром также можно, как это было ранее. Как происходит генерация картинок для постинга? Ну, допустим, есть шесть вариантов шаблонов картинок, да, то есть картинка уже готова, отгружается. Почему, да, стрелочка не сразу появляется, потому что, ну, в системе нужно немного времени, чтобы картинку обработать. Следующий, пожалуйста. Чтобы поделиться, да, здесь вам маленькая напоминалочка. Как действовать? То есть вы можете, допустим, заранее скопировать описание и скачать картинку на компьютер. Потом открыть, допустим, Инстаграм и все это вставить и опубликовать. Вот таким образом. Также обратим ваше внимание на то, что вообще цель вот этого постинга в первую очередь привлечь внимание туристов. Ну, и когда вы этого достигаете, то уже общаетесь вплотную с клиентом, поясняя его потребности, ну, и в дальнейшем уже выбираете морящий тур. Все ссылки, да, когда вы делитесь, неважно, что вы выбрали из этого списка, как поделиться, все ссылки ведут, если модуль установлен на вашем сайте, соответственно, на ваш сайт ведут. Если вы зарегистрированы у нас как менеджер, то ссылки ведут на туркар. Там нет упоминания о нашей системе, ну, и, конечно же, нет никакой сторонней рекламы. Итак, чтобы не пропустить горящие предложения, есть возможность подписаться на бота. Вот находится под фильтрами горящих туров, и вы можете на него вот так вот подписаться. Задать сразу параметры туров, которые вас интересуют. Допустим, ну, к примеру, там, не знаю, интересуют Арабские Эмираты, да, подписались. То есть вам сразу предложат выбрать мессенджер для уведомлений. В данном случае здесь пока Телеграм, позже появятся другие мессенджеры. Выбираете, кнопочка, да, становится активной. Можно сразу подписаться, если Телеграм установлен на вашем устройстве, да, там, на компьютере, например. Либо можно скопировать ссылку на подписку. И, допустим, ее, не знаю, в почту отправить и так далее. И уже с нужного устройства открыть и подписаться. Будут приходить уведомления уже о новых турах. То есть, если вы видите, да, вот сейчас большой список туров горячих, то не ожидайте, что вы там подписались, и через 2-3 минуты у вас вся вот эта лента в Телеграм будет выгрузиться. Нет, такого не будет, только о новых предложениях. Собственно, для этого вы подписываетесь, если бы, да, ну, по логике, что если вас отсюда что-то заинтересовало, вы можете отсюда уже поделиться. В смысле тогда подписываться на это предложение. Данный бот создан только для турагентов. Не надо слать ссылки туристам, они не смогут ничего посмотреть, потому что нужно будет, да, авторизовываться в нашей версии. Поэтому это только для вас. Если же вам все-таки хочется рассылать предложение из бота туристам, то тогда вам надо подключать отдельного бота. Он у нас сейчас тоже есть. В списке модулей и услуг вы его видите. Там есть инструкция, как его настроить. Вот. Сейчас я подробно об этом говорить не буду. То есть это уже отдельная тема. Так, также хочу еще немного вернуться к фильтрам, которые вот есть в горящих, у нас в ленте горящих туров. То есть обратите внимание, что здесь вы можете выбрать город вылета, также выбрать страну, то есть направление, куда, указать даты. Можно задать бюджет тура. Например, вот я поставлю сейчас еще отображать цену в российских рублях. Допустим, там тур не дороже, к примеру, не знаю, там 100 тысяч. Вот так. Будем выбрать. Пожалуйста. То есть фильтры применяются автоматически, сразу. Так, скрыть фильтр, допустим, можно, строку. Указать количество ночей. К примеру, выберу 9. Пожалуйста, да, ты же сразу применился фильтр. Количество звезд. Допустим, мне не стоит 4. Вот уже, да, тоже туры отсортировались. Ну и размер скидки. Сколько интересно. Допустим, хочу максимальную 70. Ну, вот это редко, да, такие скидки, поэтому туров и нет. К примеру, выберу 30. Пожалуйста, предложение по Египту у меня подгрузилось. Чтобы несколько раз не задавать данные параметры, вы можете их запомнить. Но, опять же, если вы ставите эту галочку, чтобы запомнить эти параметры, и у вас через какое-то время, да, что-то не ищут, пожалуйста, обращайте на нее внимание, да, есть она у вас или нет. Возможно, у вас лента все еще сортирует вам туры, согласно вашим параметрам ранее, которые вы запомнили. Так, ну и сейчас вернемся обратно к презентации. Сейчас вам открою, где найти эту ленту, у вас горящую, чтобы ее потестировать. Видно кабинет? Маленькая у нас техническая заминка. 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 Продолжение следует... Ну вот мы... да, немножко у нас тут подвисло, может быть, интернет подвел, может быть, сайт немножко, но это уже не так важно. Итак, если у вас подписка Турвизор Про, она уже активирована, то она у вас будет в управлении модулями и услугами, да, вот здесь в верхней строчке. И нажимая на кнопку управления, вас тоже будет перебрасывать на страничку Турвизор Про. Если подписка у вас не активирована, то она отобразится в нижнем списке, где предложены модули для тестирования. Кнопочка будет желтая тестировать, нажимая на которую, да, подписка у вас переместится в верхний список. Если вы ее еще не активировали, то в этом случае вам нужно ее будет активировать. То есть вы нажимаете управление снова и будет предложена подписку активировать. Появится зеленая кнопка, нажимая на которую, вам система предложит ввести номер телефона, на который придет код для подтверждения активации подписки. Я вижу ваши вопросы, да, сейчас мы плавненько перейдем и к стоимости, и к тому, для чего она нужна. Так, мы вернулись к презентации. Так, у нас подписка, да, как вы уже заметили, она объединяет несколько сразу удобных инструментов в одном окне. Это лента горящих, это и подборки туров, и лид-менеджер, и в том числе вот этот генератор с картинок для постинга, сервис, где купить, и интеграцию с CRM-системами. Опять же, кто у нас зарегистрирован как агентство? Это все, кроме ленты, да, вам по-прежнему остается бесплатным, то есть входит в стоимость именно поисковика, который на сайте у вас размещен. Кто у нас зарегистрирован как менеджеры? Если, чтобы формировать подборки, интегрировать свои заявки с CRM-системой, вкратце у нас напомню, что сделано с моими документами, Uon Travel и TourControl, это три CRM-системы разных, вы можете выбрать любую. То для менеджеров, да, таких, у кого нет сайта или модуля на сайте, нужна подписка для работы. У агентства, да, входит в стоимость поисковика все, кроме ленты горящих туров. Лента горящих туров сейчас, тестовый период у нее до конца февраля, да, кто действующий наши клиенты. Мы сейчас ее еще дорабатываем, совершенствуем, расширяем ее возможности. Поэтому, если будут какие-то пожелания, замечания, предложения, то с удовольствием их выслушаем, ну, потому что мы хотим сделать удобный продукт для наших клиентов, а не просто, чтобы он был. Так, и, ну, все-таки для чего стоит оформить подписку на именно Турвизор Про? Что вы сможете более оперативно предлагать туры своим туристам, более выгодные туры. Позволяет сэкономить примерно от 300 до 1000 рублей, потому что можно отказаться от использования сторонних сервисов, там, по подборке туров, по тому же постингу, по генерации картины для постинга. То есть этот функционал уже весь входит вот именно в эту подписку. Ну, и плюс большой, да, что у вас в одном окне объединены все сервисы в одном месте, то есть не надо прыгать между разными кабинетами, это тоже удобно. Ну, и актуально, опять же, для агентств, у которых нет сайта, что есть возможность получать дополнительные заявки с турвизор.ру, разместив на карте свой офис, при этом не устанавливая модуль поиска. Ну, это, опять же, интересно будет тем, кто преимущественно ведет продажи офлайн. Вот таким образом. Еще раз, всем действующим клиентам мы подписку активировали до конца февраля. То есть она у вас просто есть. Если вы код никакой не вводили, то она просто есть сейчас пока. Для постинга качества картинок. Хорошо, спасибо, Надежда. Так, по поводу стоимости подписки. Стоимость мы решили сделать, ну, более привычную, да, скажем так. У нас все дополнительные модули стоят в среднем по 500 рублей, также и с подпиской. То есть если вы оплачете же месяц, то сумма будет в месяц 600 рублей, за квартал 500, ну и, соответственно, если вы за год вперед оплачиваете, сумма к оплаче 4800 по 400 рублей в месяц. Так, всем на вопросы ответила. Скинуть несколько вариантов. Несколько вариантов кому скинуть? Это у нас Айгуль спрашивала. Почему, когда нажимаешь подробнее, цена на тур выше? Потому что прошла актуализация, цена могла немножко измениться. Ну, прямо вот такую автоматическую ленту, да, для постинга мы решили, скажем так, не делать, потому что, ну, турагент, который, которому важно, что у него отображается в его соцсетях, все равно знакомиться подробнее с туром будет, а не просто полагаться, чтобы мы все подряд, там, не знаю, так сказать, наспамила в ленту какая-то система. Пока вот мы пошли другим путем. Можно будет в бесплатной подписке работать, будет все, кроме ленты, еще раз повторяю. Если вы как менеджер, тогда у вас будут ограничения, то есть вы сможете просто делать, ну, тур себе там, посмотри. Ограничения текущей версии какие-то еще дополнительные не планируют подводить, то есть будет только расширяться. Так, Лилия, нет такой ленты. Вы у нас, так, вошли сейчас в кабинете турвизора, и вы как агентство или как менеджер тоже зарегистрированы, это тоже надо понимать, где вы сейчас находитесь, что вы ее не видите. Вот это нужно уточнить. Может быть, вам проще будет на почту написать. Как агентство. Тогда вы открываете раздел заявки, если вы как агентство зарегистрированы, и в заявках у вас есть лид-менеджер. Лид-менеджер – это часть у нас турвизора. И вы туда попадаете. Скорее всего, у вас откроется сначала обращение. При забрещении вы переключаетесь на вкладку поиск туров. И, получается, рядом с модулем поиска туров у вас будет лента горячая. Да, Вячеслав, если вы как агент зарегистрированы, вы по-прежнему сможете формировать подборки, которые ссылки на туры будут ввести на ваш сайт. Для вас, по сути, ничего не меняется. То есть, если вы подписку не покупаете, как было, все так и будет работать. То есть, если вам лента или этот генератор для постинга нужен, вы оплачиваете подписку. Нет? Нет. Бота для туристов захотите, тоже год будет доступен с подпиской. Да, Мария тоже, да, вам ответ на вопрос, что да. Для вас ничего не меняется. Лид-менеджер будет бесплатным. По-прежнему. Лента от горячих чем отличается? В горячих все предложения со скидками, даже если это скидка 5%, 10%, то есть все подряд. Что касается ленты горячих, то есть здесь предложения сортируются более уже детально, скажем так, чтобы здесь была нормальная скидка. То есть, если по Москве мы вообще выставляем скидку там процентов 40-50, да, у нас система смотрит, то там, ну, с минимальной скидкой смысл уже, да, то есть вы их в обычных горячих увидите. Потом популярность отелей отслеживает алгоритм. То есть, если этот отель действительно популярный, на него есть спрос, этот отель в это предложение в ленту горячих попадет. Ну, оно также может отобразиться просто в горячих, но в большом количестве туров, согласитесь, сложно выцепить это предложение. Что еще в горячих, в ленте горячих? То есть предложение вообще по городу, да, в сутки, может быть, там штук 30 всего. Иногда, допустим, почему, да, бывают такие периоды, что там день-два вообще нет горячих предложений. Ну, потому что, да, скидки есть, да, цены меняются, снижаются, но они и на другие даты снижаются. Они, скажем так, вот везде снизились. Ну, смысл в ленту выкладывать. То есть особо вот такой разницы вы не увидите. То есть, да, в горячих не будет, потому что это тур со скидкой. То есть скидка произошла. А здесь также сравнивается с соседними датами и чтобы параметры тура были не хуже. Вы можете перевести свой аккаунт из менеджерского в агентский. Для этого зайдите в настройки вашего профиля и вниз прокрутите, и там будет что переключиться на аккаунт агентства. Заполните данные и, собственно, подтвердите свое намерение. Это ответ был Оксане. Для туристов мы здесь на кабинет разрабатывать, во всяком случае, в ближайшей перспективе, точно не планируя. Ну, скажем так, у нас по-прежнему, особенно в последние, да, актуально, что у нас туристы средние статистические летают один, максимум, два раза в год. И ради этого делать кабинет, ну, по любым оповещениям вы все равно будете звонить, писать и так далее, чтобы, не дай бог, они там ничего не пропустили и не забыли. Поэтому на нашем сайте точно не планируем. Обычно это турагенты на своих сайтах индивидуально разрабатывают, но и то в процентном соотношении это обычно там, процентов, не знаю, опять наберется, нет таких агентств, у которых на сайте сделан кабинет туристов. Лид-менеджер, CRM-система для работы с обращениями туристов. То есть вы там создаете, получается, обращение, заводите по требностям туриста. Можно несколько городов вылета указать, да, если турист не определился, откуда он полетит. Направлений несколько. И уже переключиться в один клик на поиск туров, где можно просто между вкладками переключаться уже с заранее представленными параметрами. История поисковых запросов пишется, то есть даже если у вас турист, не знаю, на неделю куда-то пропал, вы легко через неделю обновите подборку, потому что у вас в истории есть, вы знаете, что он хотел. Также здесь в один-два клика буквально отправляется подборка с эмэсками на почту электронную, в соцсети, в мессенджеры. И видно, есть такой у нас вкладе, да, сколько раз турист, что из этой подборки смотрел и смотрел ли вообще. Опять же, можно с учетом этих просмотров скорректировать ему подборку. Более интересного сделать. Елена, делать пост автоматический сейчас до конца февраля лента в тестовом режиме. вы можете заходить в лид-менеджер, где у вас пояс горящий и так далее, в том числе лента. Там, да, формировать и постить. Пожалуйста, пробуйте. Ну, Алексей, это как на букинге. Ну, мы примем ваше предложение, передам разработчикам. Ну, там уже на их усмотрение. По лид-менеджеру видео есть, да. То есть, если вы у нас зарегистрированы, раздел поддержки, инструкции, прямо отдельный блок лид-менеджер. Как настраивать, как работать и так далее. Лилия увидела. Прекрасно. Из других модулей пока нет, да, постинга. То есть это, я думаю, что будем расширять тоже, но пока нет. Возможность только из ленты. Но там есть кнопка «Редактировать», и вы можете картинку изменить. Так, давайте я вам покажу, где это находится. Так, вот у нас ленты, да, снова кнопочка «Поделиться». Так, вот у нас во вкладке «Тура», уже в карточке «Тура» есть три таких точечки, кнопочка. И здесь вы можете отредактировать картинку. Да, то есть, если очень хочется, то можно. И выбрать, допустим, другую картинку. Хочу вот эту, да, допустим. Тут трогать ничего не буду, ну, это просто сохраню. Да, вот она сохранилась, поставилась у вас в туре. Все, теперь я ее могу сделать из нее картинку уже для поста своего, пожалуйста. Вот она у вас готова. Снова скачать, сохранилась. Все, отредактировали. При желании, ну, не знаю, насколько это актуально, вы можете даже что-то сами посоздавать в редакторе. Ну, тоже возможно. Если очень хочется, то почему бы нет. Не нравится предложение, можете его удалить из вашей ленты, потому что он там в отеле для вас там. Обиделись вы на него, не знаю, что еще придумать. Вот, ну и также, да, тут есть кнопочка «Поделиться», вы возвращаетесь уже в это же всплывающее окно. Вот таким образом. Так, возвращаюсь к вопросам. Об интеграции с Телеграмом. Интеграция с Телеграмом вы имеете в виду бота для туристов, который. У вас, опять же, в управлении модулями и услугами появился Телеграм-бот. Вы его тоже нажимаете «Тестировать», там 10 дней тестовый период. Есть инструкция по созданию бота. Вы его создаете. И у вас тоже ссылка появляется, вы по ним переходите, бот активируете. Вот уже на бота вы можете, вот на этого бота, давать ссылку туристам, чтобы они свои параметры заводили. Тоже пока он такой, ну, еще, может быть, дорабатываться будет. Но, в принципе, там уже все работает, тура он действительно ищет, оповещение приходит. То есть там можно выбрать город вылета, либо если его в списке предложенного, да, сразу нет, его можно ввести вручную, указать ему направление, куда отслеживать туры и так далее. То есть он будет именно тоже горящие посылать. Здесь вы подборку, получается, не сделаете. Здесь именно вы пока, смотрите, вы подборку сделали, допустим, даже если, ну, к примеру, можно было бы эти туры добавить. Турист ушел у вас, у вас в подборке он будет уже не актуален. То есть если он через 2-3 часа будет вы смотреть, не факт, что он будет актуален. Поэтому такие туры, как бы, ну, не очень хорошо, да. Для привлечения туристов, пусть даже в поиске, оно подходит. То есть либо вот кто уже сейчас с вами работает, то есть, знает, подходит он под его параметры, этот параметр туриста имею в виду, да, быстренько ему предложили, он согласился. Или кто сами через год отслеживают туристы, да, они обычно сами занятки пишут. Давайте скорее, тут цена такая классная, хочу. Так, еще кому-то что-то разъяснить, разъяснить. Ну, раз вопросов больше нет, я предполагаю, что я все понятно рассказала. Вот, и предлагаю на сегодня закончить. Если вопросы будут дальше у вас там, во время создания, не знаю, бота, постов, еще что-то появляться, то, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Можно на почту, можно в телеграм-канал, который, да, у нас создан сейчас. Вот, предложения, какие-то пожелания, может быть, хотите что-то улучшить, ссылочки будут, вот уже, да, коллеги мне помогают, ссылочку вам отправили. Тоже ссылку на запись вам спросят, выше даже, по-моему, уже про это писали. Так, при формировании приложения в смысле, когда вы переключаетесь между шаблонами, у вас меняется качество картинки. Верно вас поняла, Ольга? Ну, есть предположение, что, может быть, что-то еще не подгрузилось, но передам, пусть наши программисты проверят. Пока вам точно не скажу, да, то есть на технический момент здесь смотреть. Почему нет возможности, Елены, публиковать в Инстаграм? Как раз для Инстаграма сделали, единственное, что вы сначала сохраняете все это и публикуете. Если с телефона зайдете, то, соответственно, там просто нажимаете поделиться, копируете кнопку, нажимаете копировать, описание сначала, создаете картинку для постинга, делаете поделиться и вставляете описание, и все, пост готов. Поэтому это, собственно, большей частью для Инстаграма создавалось. Сторисы тоже, картинки, форматы будут, только чуточку позже. По поводу рекламного тура информация. Ну, это обычно для турагентов, то здесь рекламники не размещаем. Его ставить не надо, приложение мобильное появится тоже позже. Сейчас, пока вы просто заходите на сайт Турвизор, вход, да, либо в кабинет, либо для менеджеров, и там у вас откроется сразу поисковик, когда авторизуетесь, и можно будет переключиться на кнопку, ну, там кнопочка рядом появилась уже, да, лента, корящая, сразу туда переходите, можно работать. Я так понимаю, коллеги, будем заканчивать на сегодня. Так, да, мы вас обязательно проинформируем обо всех новинках, еще будет ViverBot, да, то есть еще будут меняться некоторые кнопочки в ленте, тоже будут добавляться, то есть это еще все в процессе, в ближайший месяц будут идти изменения. Так, подписаться на бота. Вы нажимаете вот на кнопку, которая у меня сейчас на картинке на слайде есть, да, на эту кнопку нажимаете. Так, еще раз переходим на вкладку подписаться. Вот должно открыться такое окошечко, и уже должно далее. Если у вас всплывающие окна не отображаются, возможно, у вас стоит блокировка всплывающих окон. Проверьте расширение браузера, пожалуйста. Ее можно уважать. Так, в постинге, в телеграмме есть ссылка на... Ага. Так, в телеграмме, ну нет, а как вы, без ссылки, это тур, вы как подробнее открываете? Вы сами, конечно, можете это сообщение отредактировать, убрать эту картинку, но тогда и картинка не будет загружаться. Сейчас же и в соцсетях, и в мессенджерах устроено так, что если ссылка на картинку есть, да, то есть она подтягивает картинку, самоотображает. По поводу стоимости, подписка, бот, стоит, как все дополнительные модули, в среднем 500 рублей за месяц. Зависит от периода оплаты. То есть можно за год вперед оплатить, будет по 400 рублей в месяц. Вот, да, вам расписали стоимость модулей и подписки. Вы имеете в виду, в посте в самом ссылка не активна. Это особенность Инстаграма, то есть там, если большое количество подписчиков, очень большое, то тогда ссылка в постах активна, а так только в сторисах активна, в постах нет, в контексте. Это Вячеслав. Так, фильтр по курортам, ну, учтем ваши пожелания, Ольга, пока такой возможности нет. Коллеги, еще что-то есть или мы будем заканчивать? Итак, ну, раз вопросов все больше не появляется, спасибо вам, что поучаствовали в нашем вебинаре. Так, есть БАК-1, если я сделал подборку в Турции, потом выбрал. Что? Что выбрали? А что еще раз про Инстаграм? Ольга, Оксана. Так, Вячеслав, по поводу того, что у вас что-то где-то некорректно отобразилось, если не сложно, пожалуйста, на почту напишите, если еще и скриншоты сохранились, будем вам вообще мега благодарны. Инстаграм подборка. Так, в Инстаграм можно не подборку сделать, а пост сделать с конкретным туром. Либо в сторис, либо вот в ленту добавить себе. Что касается подборок, подборку вы отсылаете ссылку на подборку либо в мессенджеры, либо в соцсети, либо на почту электронную. Ну, еще вариант отправить с смс-кой. Пакет смс-ок, 300 штук мы ежемесячно бесплатно всем предоставляем. Это что касается агентства. У вас там галочка запомнить не стоит в фильтрах, Вячеслав. Будет запись вебинара, Елена. Так, Вячеслав, пожалуйста, со скриншотиками тогда все-таки на почту электронную. Это мы все проверим. Ну, и пока то, что если запомнить галочка стоит, в этом была сложность, когда вы что-то меняли, а оно оставалось прежним. Оксана Авдеева. Про Египет показывали, можно NBIS, NBIS, я так понимаю, еще раз демонстрацию сделать? Да, Елена, в Instagram делать через обычное создание поста. Все верно. То есть вы здесь делаете поделиться и через генератор формируете, сохраняете и уже постите. Либо с телефона просто в буфер копируем текст описания, генерируем картинку и делаем поделиться, вставляем текст. Все, готово. Так, Оксана. У вас начнем. Так, Татьяна, не совсем понятно ваше замечание, что именно у вас поменялось. Если касаемо модуля поиска туров, то там с кнопками поделиться и подборки ничего не поменялось. Все осталось прежним. Подборки, делайте инструкции в лид-менеджере. В работе с лид-менеджером. Там и подборки ходят. Или еще корзина туров. Если вам лид-менеджер не знает, чем-то не нравится, но через сайт больше нравится слой делать, ну, как вариант. В корзину туров тогда функцию откройте. Раздел поддержки инструкции у всех в личном кабинете. В том числе там видео, инструкции, текстовые. Ну, да, тут есть немножко по лид-менеджеру, что в силу привычки, если вы ранее работали с другими сервисами, где-то, может быть, с чем-то не разобрались, потому что кто, во всяком случае, так по отзывам клиентов, кто плотно пользуется лид-менеджером, то они очень рады и довольны, то есть отказались от многих других сервисов. Татьяна, пришлите, пожалуйста, скриншот. Есть подозрение, что вы куда-то не туда заходите. Бывает так, что у вас по несколько аккаунтов в нашей системе, и вы просто не туда заходите. Потому что, что касается поделиться именно из поиска тура, ничего не менялось. Так, специально еще для Оксаны маленькая демонстрация, как поделиться туром, в данном случае по Египту. Нажимаем, назовем это кривой стрелочкой такой, да, либо отсюда из ленты, либо, если вы открыли карточку самого тура, кнопка «Поделиться», нажимаем. И картинка для хостинга. Идет генерация. А здесь сейчас, в данном случае, вот, остановились мы на этом. Картинка генерируется. Подставляются надписи в разных вариациях. Делаем «Скопировать описание» и «Скачать картинку». Можно использовать для поста или добавить в сториз. Можно также копировать ссылку на сам тур, и в сториз сейчас есть возможность добавлять ссылки. Туда ее можно добавить. Татьяна, вас сейчас не совсем понимаю, о чем речь. Давайте тогда на почту, на mail.sobachkatervizor.ru Со скриншотом, что вы там видите, чего не видите. Будем разбираться уже тогда, что, где вы находитесь, что делаете и так далее. Более подробно. Сейчас я вам не отвечу на этот вопрос. Это уже частная проблема. Ольга, я, да, это предложение уже поступило, что улучшить качество картинки для поста, когда генерация, что картинка изначально снижается. Так, еще раз вернусь, в данном случае, в ленту, чтобы, да, вам напомнить по поводу вот этих трех точечек, где можно редактировать и создавать новое это изображение. То есть, если вам не нравится вот эта картинка, не знаю, это, можете вообще свое фото загрузить. Допустим, общие какие-то фотографии. Ну, вот, к примеру, возьмем вот эту с семьей. Тоже прокручиваю, делаю, сохранить. Пожалуйста. И можно снова идти в генератор для постинга. Вот такая картинка. Все, можно снова скачивать, копировать изображение и делиться. Напоминание о том, как это сделать. Оксана, теперь понятнее стало? Это было специально для вас. Видимо, будем заканчивать. Вопросы все закончились. Еще раз. Ну, тоже тогда, Александр, на почту намавился собачка-турвизер.ру. Более подробно. Какой браузер, что видим? Присылаем. Спасибо, Надежда. И вам хорошего дня. На сегодня тогда мы с вами прощаемся. Спасибо вам за обратную связь, за ваши вопросы, за интерес к нашей системе. Если, да, что-то еще возникнет, то, пожалуйста, на mail.sobachka-турвизер.ру Либо в Телеграм, да, ссылочку сейчас в чат сбросили. Татьяна, на почту mail.sobachka-турвизер.ру. У вас какой-то частный случай? Надо смотреть, что вы хотите сделать. И подскажем, как это сделать. Давайте, до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok